Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! Вы на канале Шахматы для Всех. Восьмой чемпион мира Михаил Таль любил говорить, есть жертвы корректные, а есть мои. Великий шахматист намекал, что многочисленные жертвы, которые встречаются в его партиях, далеко не всегда стопроцентно корректны. Соперник, конечно, имеет шанс опровергнуть их, но сделать это за доской, подтиканье часов, подчас во взаимном цейтноте очень и очень непросто. Сегодня мы с вами рассмотрим типично талевскую партию, в которой была осуществлена типично талевская жертва коня на центральном поле Е5. Дело было во время Всемирной шахматной олимпиады в Скопье в 1972 году. Это встреча сборных Советского Союза и Германской Демократической Республики. Белыми играл крепкий немецкий мастер Хайнц Либерт. Михаил Таль играл черными. Конь f3, конь f6, c4 g6, g3, слон g7, слон g2, 2-0-2-0, d6. Таль разыгрывает излюбленную сторонийскую защиту. После d4 конь c6, на конь c3 слон g4. h3, и Таль меняет слона на коня. Конь d7. Черные напали на пешку d4, и после e3 вновь атакуют ее своей пешкой. Белые закрывают центр, и после конь e7, e4, атакуют базу пешечной цепи соперника ходом f5. Слон g2, играет Либерт. В этой позиции Таль мог сыграть f4, захватывая еще больше пространства, с прицелом активизировать свою ладью. Но Таль играет конь f6, еще раз нападая на пешку e4. У белых тут также была возможность напасть на базу пешечной цепи, пешку d6, немедленным ходом c5. Идея состоит в том, что после принятия жертвы, белые играют ферзь b3, нападая на пешку b7 и угрожая вскрытым шахом. Но Либерта решил забрать на f5, и после gf сыграл f4. Он провоцирует соперника на продвижение пешки на e4. Кстати, Таль вполне мог так сыграть, потому что после примерного слон e3 у черных есть эффективная атака пешки d5 ходом c6. И после dc bc черные уже готовы продвинуть свою пешку на d5, получая весьма неплохие шансы в центре. Но Таль избрал другой путь. Он пошел конь d7, готов на e5 забрать фигурой. Король h2 играет немецкий шахматист, конь g6, слон e3, король h8 и после ферзь d2 происходит размен. Еф-жф, ферзь прыгает на освободившееся поле h4. После ладья ae1 черные играют ладья f7, а на конь e2 с целью перейти на d4 ладья g8, занимая открытую линию. Конь d4. На доске очень интересная позиция, в которой у черных перевеса нет. В стремлении склонить чашу весов на свою сторону, Михаил Таль решается на очень сомнительную жертву коня, ставя его на e5. Он угрожает шахом на g4, в то же время нападает на пешку, практически вынуждая немецкого шахматиста принять жертву. Фе, слон e5, король g1, ферзь g3, с угрозой вторжения на h2. У белых лишняя легкая фигура, и немецкий шахматист правильно ею распоряжается, ставит коня на f3, нападая на слона и прикрывая поле h2, но Таль играет конь h4. Видимо, до этой позиции Михаил Таль четко досчитал вариант, ну и далее, конечно же, надеялся на то, что его соперник не разберется в возникающих осложнениях. Действительно, ошибиться проще простого. Если забрать на e5, то после dm, черные трижды напали на слона, а на ладья f2, f4, с темпом продвигая пешку на f3, отыгрывая материал и продолжая победоносную атаку. Но Либерт не ошибается. Забирает коня. Если тут забрать коня в ответ, то слон f4, и у белых все хорошо. Лишний слон сохраняется, атаки у черных нет. Ладья fg7, ладья e2, забираем ладья ff2. Полной компенсации за пожертвованную фигуру у черных не наблюдается. Конечно, тут еще придется поработать, но в целом позиция для белых выиграна. Поэтому Таль не берет коня, дает шаг на h2, король f2. Если тут сыграть f4, то слон отходит на d4, и происходит размен слонов. После f3 с шагом забираем de, король отходит на e3, вынуждая черных забрать одну из лишних белых фигур. fg, ладья f7, g1 ферзь шаг, взяли, забрали, ферзь f2. Лишний конь белых сохранился, атаки у черных нет. Но Таль продолжает нагнетать напряжение, играет слон g3 шаг, двойной удар. И тут Либерт начинает ошибаться. Лучше всего ему было сыграть король e2, чтобы после взятия на h4 дать шаг, а на слон f4 сделать ход ладья f2. Кажется, что этот ход белым ничего не дает, ведь черные могут забрать на g2. Но тут белые играют король d1. Скорее всего, именно этого хода не заметили оба шахматиста. Сейчас белые нападают на ладью g2 и угрожают шагом на e8. Если забрать на d4, то после ладья g2 у белых выигранная позиция. Если же забрать на f2, то белые не берут фигуру соперника, дают шаг, а после король g7 мат, ферзь g5. Очень красивый вариант. Если бы немецкий мастер пошел на него, то он начисто опроверг бы рискованную игру своего именитого партнера. Но Либерт все-таки дрогнул, сыграл король f3, впрочем, не выпустив своего большого перевеса. Впрочем, не выпустив до конца своего большого перевеса, хотя утратив значительную его часть. Слон бьет h4, играет таль, слон d4 шаг, слон f6. И в этой позиции белым нужно было сыграть ладья f2. После ладья g3, король e2, ладья бьет g2, король d1, получается в точности та же позиция, которую мы с вами рассматривали в предыдущем варианте. На взятие на f2 последует ладья e8 и мат на g5. Но Либерт совершает еще одну неточность. Он играет ферзь f2, слон e5, играет Михаил Таль. Создается угроза вторжения на g3. Что же делать белым? Нужно было просто забрать этого слона, а после d e сделать один неприметный, но весьма сильный ход слон h1, сохраняя лишнюю фигуру. Конечно, в этом случае инициатива переходит к черным. Шаг, еще один шаг со взятием пешки, забираем еще одну пешку. Тут черные получают определенную компенсацию за слона, но в целом белые продолжают бороться за победу. В нашей же партии Либерт в конец растерялся, сыграл ладья h1 и допустил отыгрыш фигуры со стороны соперника. Ферзь f4, ферзь d4. Произошел размен ферзей, слон f3, ладья g3, b3, слон c5. Дым рассеялся и в итоге белые остались без пешки. На доске разноцветные слоны, которые позволяют Михаилу Талю красиво закончить партию прямой атакой на белого короля. Ладья ef1, играет деморализованный немец. Ладья e7, шаг, король d2, ладья e3, заставляя слона покинуть третью горизонталь. Шаг, король c1, еще один шаг, контрольный ход король b1. И тут, играя слон a3, Михаил Таль заставил своего соперника сложить оружие. Действительно, до мата всего несколько ходов. Угрожает ладья b2 и ладья c1. Если попробовать защититься, например, ходом слона f3, открывая первую линию, то после шага ладья с c3 идет на c2. И белые беззащитны. Вот такая замечательная партия, в которой Михаил Таль, конечно, перешел грань допустимого риска, но надеялся, что его менее опытный соперник не сможет наказать за эту шалость. Нужно сказать, что в этой партии шалость удалась. Сомнительная жертва фигуры все же достигла своей цели. Соперник ошибся, Михаил Таль победил. Хотя, конечно, бывали и исключения, но не в этот раз. Если это видео вам понравилось, ставьте лайки, пишите свои комментарии, подписывайтесь на канал Шахматы для Всех. Большое спасибо за внимание. До свидания.